Сирийский конфликт тянется уже шестой год, и он лег тяжким бременем на самые хрупкие плечи. Более двух миллионов детей были вынуждены покинуть родные места. Мохаммед Аль-Халил провел три недели в сыром лагере Идамени на севере Греции, и теперь вместе с семьей из четырех человек отчаянно стремится перебраться в другое место. Но для одиноких матерей, таких как Нисрин Шико, которые застряли на границе Греции и бывшей Югославской республики Македония, ожидание превратилось в отчаяние. Ее муж погиб от удара бомбы в Алеппо три года назад. Сейчас она полностью поглощена заботой о своих пяти детях. Нисрин не единственная. Нарин переживает о своем двухлетнем младенце Дальберини, который подхватил легочную инфекцию. Она не уверена, что он выживет. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев УВКБ дает кровь тысячам детей и их семьям, оказавшимся здесь в безвыходном положении, но этого недостаточно. Главное, чтобы не замерзали дети. Беженцы сжигают все, что попадается под руку, чтобы просто согреться и избежать переохлаждения организма. Тем временем в Эдамене Мохаммед, его семья и другие беженцы добираются до гостиницы неподалеку. Это первая остановка в процессе переселения. На крайней мере для этой семьи забрежил луч надежды на лучшую жизнь. Но, к сожалению, для слишком многих других жизнь стала беспросветной. И пока в Сирии продолжается безжалостная война, эти дети в обозримом будущем вряд ли увидят родные дома. Репортаж подготовила Мэри Феррера для Организации Объединенных Наций.